У кого-то аллергия, у кого-то непереносимость, а поскольку мы с вами были в машинах, автостопом, я решила вообще забить на духе, и, кстати, люди не сильно жаловались. Насчет душа хотела сказать, что в первый месяц нашего путешествия мы ехали автостопом по России, и, признаться, было очень комфортно у людей в квартирах, в домах, был горячий душ, горячая вода. Было классно, ты включаешь душ, ну что я вам буду объяснять, вы здесь все воскрешиваете, вы знаете. Потом, когда мы спустились в Моголию, Китай, в какой-то момент закончилась горячая вода. Не в том смысле, что ее отключили на 10 дней, как у нас это делали, а просто ее не было, люди привыкли принимать душ холодной водой. И я помню свое ощущение, что я включаю вот этот кран, вот ты стоишь под холодной водой, я думала, как же так, как люди так живут, как они стоят на работу осенью, зимой, как вообще можно все заставить, стоять под этот холодный душ. В общем, так высокомерно смотрела, а потом спустились ниже, в Гуяну, в Камбоджу, в Таиланд, и в какой-то момент вообще пропал душ. У людей стояли бочки, наполненные водой, и был ковшик. И в этот момент я подумала, что тот душ холодный был не так уж и плотный, потому что, по крайней мере, ты включаешь воду, стоишь под водой, можешь спокойно мыть, мыться. А когда у тебя бочка, тебе нужно одной рукой защерпывать воду, другой рукой пытаться как-то муть в свое тело. В общем, это было очень сложно, и даже раздражало поначалу, а потом мы спустились в Индию, и были моменты, где вообще не было воды. И я думала, блин, мне бы сейчас ту бочку с водой, с ковшиком было бы гораздо лучше. И я это рассказываю все для того, чтобы... А, ну, были у меня такие две мысли в тот момент, что каждый раз, когда ты оказываешься на ступеньку ниже, чем то, что имел раньше, ты начинаешь ценить это по-другому, больше. И второй момент, что, оказывается, без горячей воды можно жить, и без бочки с ковшиком можно жить, и даже когда нет воды, это такой классный стимул быть креативным, и найти что-то, что может это заменить. В общем, ты становишься более кривотиной, понимаешь, что, оказывается, тебе не нужен горячий душ каждый день.